Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам один из лучших и универсальных источников портативного света от китайцев. Это фонарь Inky Gold Crow GC60. Начнем по классике с комплекта поставки. У меня какая-то расширенная комплектация, поэтому коробочка большая. Что нам предлагает производитель? Это 142 Вт часа батарейка, и она здесь очень большая. 60 Вт мощности, причем в пике может выдавать 90 Вт. Так все красиво там было уложено. Конечно, есть инструкции на английском и китайском языке. В инструкции не все описано, в частности, в отношении подключения к мобильному приложению. В стандартном комплекте есть кабель для зарядки USB на USB-C и две дополнительные заглушки USB-порта, чтобы фонарь был влагонепроницаемым. А вот в расширенной комплектации вы уже можете найти 100 Вт зарядный блок, конечно, с китайской или английской розеткой, не знаю как правильно. Здесь, по идее, должен быть еще переходник, но переходника в комплекте нет. И 100 Вт блок здесь необходим с таким аккумулятором. Еще очень длинный кабель USB-C на USB-C, но я заряжал своим USB-C-шным кабелем, поэтому этот даже не раскрывал. Не могу не похвалить вот эту прекрасную ручку-держатель, полностью выполненную из алюминия. Огромное количество респ ставится на стойку. Надежная, классная, офигенная. Есть отверстие для крепления фотозонта. Крепится она через четверть дюйма. Еще два пина есть, а Relocation так называемые. При этом она под разными углами устанавливается, через кнопочку фиксируется. Замечательная штука, просто великолепная. Стандартный горшок-рассеиватель. Кому он интересен, не знаю, но с ним вы фотозонт не закрепите. Вот через этот держатель, который я показал. И наконец-то смотрим на сам фонарь. Весит он 1 кг, в длину 233 мм, в диаметре 60 мм. Здесь расписано, какими мощностями его можно заряжать, какие мощности он может отдавать, как Powerbank. Четыре четверть дюймовые резьбы, совмещенные с Relocation по всей стороне. Само собой, весь корпус сделан из металла, поэтому в передней части есть много вентиляционных отверстий. Перед светодиодом есть защитное стекло, это огромный плюс. Здесь у нас по факту два байонета, какой-то свой, проприетарный, и большой баунс байонет раскрывается. На одном из лепестков байонета есть специальный стопор, чтобы насадки не вываливались. Все это работает. Вот так, как я показал. Изначально я подумал, что маленький байонет здесь мини-баунс, хотел поставить от света уланзи светоформирующие насадки, но они сюда не устанавливаются. То есть байонет здесь какой-то свой, проприетарный, как я и сказал. А чтобы получить доступ к баунс байонету, нам нужно просто три лепестка раздвинуть. У каждого лепестка есть винт с обычным шлицом, чтобы его подтянуть, чтобы он держался лучше. Но пока что ничего не расслабилось, хотя я уже месяц пользуюсь этим фонарем. И вот такой полноценный баунс байонет мы получаем. Все управление через вот это многофункциональное колесо. Готовьтесь к тому, что крутить его нужно будет много. Вот эта заглушка делает наш фонарь влагонепроницаемым, но влагонепроницаемым от брызг и от небольшого количества осадков. Если вы будете его топить где-то там в душе, естественно, у вас, как у некоторых обзорщиков, начнет глючить экран, начнет глючить порт и так далее. Фонарь к вам приходит вот с такой защитой транспортировочной. Чтобы ее отключить, нужно много крутить по часовой стрелке. Экран очень информационный. На нем отображается заряд в процентах, напряжение аккумулятора, оставшееся время работы. Оставшееся время работы не настолько информативно, оно будет меняться в зависимости от того, как греется аккумулятор, сколько осталось напряжения и так далее. Если вы немного двигаете колесо, то, естественно, мощность меняется по одному проценту. Если быстро крутите, то мощность меняется быстро. Чтобы уйти в режим 150 ватт, нужно быстро прокрутить колесо. Об этом чуть позже расскажу. Если вы это колесо повернете против часовой ненадолго и поддержите, вы перейдете в режим выбора эффектов. Если у вас будет биколорный свет, то если вы его вправо повернете и поддержите, то вы перейдете в режим изменения цветовой температуры. Вот к этому управлению нужно, конечно, привыкнуть. Но все гораздо проще через мобильное приложение, которое я чуть позже вам тоже покажу. А сейчас поговорим про установку модификаторов света на Bowens Bnet. Начнем со стандартного горшка рассеивателя, просто для понимания того, как это вообще работает. И убирайте перфекционистов от экрана, потому что люфт там офигевший, ребята. И это стандартный горшок-рассеиватель. Люфтит все. Естественно, там есть и зазоры. Конечно, они играют положительную роль в плане охлаждения этого светового прибора, потому что греется он аки-сатана. У нас отлично работает вот этот наклон этой ручки, но это слабовато, да? Что это? Стандартный горшок-рассеиватель? Кто им будет пользоваться-то нафиг? Ладно, там снуд какой-нибудь поставить, оптическую насадку еще. Вот China Ball. Это то, чем я постоянно пользуюсь. И поэтому вот такой фонарь я бы использовал на вечерней съемке именно с China Ball. Это, по-моему, 55-й у меня China Ball. Он ставится нормально, держится, но люфт здесь еще больше. Соответственно, если вы поставите какой-нибудь Octobox или Softbox большой, там люфтяра будет конкретно, ребята. Если вы сверху вниз, например, его поставите, то один из пазов, Bowens Bayonetta, один из усиков, он может просто вылететь, потому что здесь не супернадежный Bowens Bayonetta. Само собой, ручка-держатель без проблем держит любой угол наклона. Это отлично, к ней вообще претензий нет. Люфт я вам показываю. Можно было сделать два замка, можно было сделать три замка, конечно, но тогда бы сложнее было и дольше все это устанавливать. Но я считаю, что можно было сделать такой вариант. А в целом, это очень классно, что у данного источника света есть полноценный Bowens Bayonetta. Нам не нужно докупать какие-то мини-Bowens, какие-то еще проприетарные модификаторы света. Все наши любимые модификаторы света с Bowens Bayonetta мы можем здесь использовать. Это супер. А теперь расскажу вам про зарядку и время работы. Если вы будете заряжать этот фонарь зарядным в 30 Вт в час, вы будете его всю ночь и утро еще заряжать. Поэтому зарядку рекомендую от 65 Вт в час. 100 Вт на это, конечно, в идеале. По времени работы на 150% у меня свет отработал ровно один час. Дальше зарядки осталось 50%. Он скинул яркость до сотки. При этом температура была в районе 70 градусов. То есть он показывал 60, но там иногда 70. И вот 70 это реально. Очень сильно нагрелся светодиод, очень сильно нагрелся аккумулятор. Если вы его выключите, ну то есть вы вернете на ноль, то через 5 минут свет остынет до 30 градусов. Но аккумулятор все равно будет кипяток. А если вы будете не на 100 и не на 150% его юзать, а на 50, например, то он отработает час и останется еще 80% зарядки. То есть аккумулятор здесь очень-очень емкий. После этого у меня свет еще отработал на 100% 60 минут и осталось 35% зарядки. И при этом температура была 60 градусов. То есть он работает долго и он греется. Вентилятор здесь какой-то умный. Он не постоянно шумит. Он то активнее работает, то затихает. Ну короче, шум такой своеобразный. Вот послушайте, как это работает. Записывал звук на Rode VideoMicro. Камера Sony A7-4. Усиление звука 30-60 сантиметров до светодиода. И куда же мы без синтетических тестов сравним с Godox SL60W. Слева инки на 100%, в середине инки на 150% и справа у нас Godox SL60W на 100%. Все эти светильники 5600, инки даже на 100% ярче, чем Godox SL60W. Но она 150% и подавно. В определенных обзорах я видел, как этот свет используют на улице прямо ярким солнечным днем, так скажем, в тени. И вот здесь на 150% этот фонарь работает через фотозонд. И результат так себе. Выдержка 1.640, диафрагма 2.8 и со 100. Конечно, вечером этот свет однозначно лучше себя проявит. Мне просто было интересно посмотреть, насколько мощные эти 90 ватт. И, конечно, показать вам. Конечно, можно использовать этот фонарь и без светоформирующей насадки, но вы должны понимать, что слепит эта штука нехило, поэтому Миша был сон в защитных очках. И, конечно, здесь уже не 150%, здесь процентов 10-15 может было максимум. И вот результат с фонарем и без этого фонаря. Использовать можно, конечно. Возвращаемся в мою студию. Я поставил этот свет инки в качестве основного рисующего света. Поставил свой софтбокс 160 на 80 с сотами, огромный, тяжеленный. Свет без проблем. Все это выдержал. И сейчас давайте посмотрим на мобильное приложение. Оно называется инки GC Sync. Простое достаточно мобильное приложение. Но здесь есть заморочки с подключением света. Подключается он по Bluetooth. Нужно нажать на кнопочку с антенной и в первые 10 секунд после включения света нажать там Pair. Тогда все это подключится. Вот это в инструкции не написано. То есть, как хотите, типа сами догадываетесь, как говорится. И через это мобильное приложение гораздо проще управлять различными эффектами, которые есть в этом светильнике. Управлять мощностью. Здесь можно нажать на иконку ракеты и включить, так скажем, Boost режим. Это когда до 150% можно мощность выкрутить. И вы видите, насколько он яркий. Параметры съемки 1,5, 1,8 и 100, 200. Это те настройки, с которыми я всегда снимаю, так скажем, в своей студии. Опять же, ППО в камеры Sony A7 IV и на яркости в 50, в 45 он такой же, как Godox SL60W, мой основной источник света в студии при 45% яркости. Очень приятно, что свет не резко выключается, а вот так плавно выключается и включается. Мобильное приложение максимально простое, но при этом классно, что оно вообще есть и удобно управлять этим светильником. По итогу, это один из немногих китайских портативных светильников, который меня действительно порадовал и который мне не за что вообще поругать. Офигенная штука, ни разу не перегрелся. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Увидимся.